В Приднестровье не могут завести медицинское оборудование, в том числе и рентгенаппараты для Республиканской клинической больницы и санатория Днестр в Каменке. Причина так решила Молдова. Местные власти объясняют это по-разному. Например, не понравилось название медучреждения. Об этом накануне рассказал Вадим Красносельский в рамках эфира диалогов с президентом. Кишинев не дает завозить к нам и лекарства. Обсуждать решение, искать компромисс за столом переговоров Молдовы не собирается. Я не видел таких руководителей в Молдове, которые были прогрессивны и желали решения тех или иных проблем. Ну, скажем так, комплексно. Кто именно занимал должностные позиции в этом государстве? Были проблески. Ну, это так, знаете, лучик в темном царстве. А остальное все так, как оно есть. Я называю вещи своими именами. Молдова – реальный агрессор против экономики ПМР. Так сказал президент Вадим Красносельский. На фактах объяснил, как Кишинев на самом деле относится к преднестровцам. Один из примеров – медицина. Еще в 2020-м Молдова решила использовать пандемию в политических целях. Я-то наивно предполагал, наивно предполагал, уткаюсь. Да, верил. Я всегда верю, честно говоря. Верю людям, верю политикам. Ну, до определенного, конечно, момента. Когда я вижу явный обман, конечно, веры нет. Пандемия. Сложнейшее время для всего человечества. Многие государства, в том числе европейские, были в панике. Вы все это прекрасно помните. Конечно, были проблемы и у нас. И мы решали ее только своими силами. Нам, по большему счету, никто не помогал. В тот момент, на первоначальном этапе, Украина перекрыла границу. И была граница только в Паланке. Да, то есть, украинско-молдавская граница. Паланка. И все наши поставщики медоборудования, вот защиты и медикаментов простаивали на молдавской территории до двух месяцев. Люди ждали в больницах медоборудования и медикаменты, понимаете, средства защиты. Я убежден, вот просто убежден, что молдавские те руководители, которые там были, были уверены, что мы провалимся в пандемию и будем просить помощи у всех, у кого угодно, и чуть ли не вступить в Молдову из-за того, чтобы, понимаете, побороть пандемию. Вот чем был умысел на самом деле. А как это называется? Кощунство-то называется. Еще один шанс для Молдовы – боевые действия на Украине. Киев снова закрыл границу с Приднестровьем. И снова все грузы шли через Паланку. Кишинев этот шанс, естественно, не упустил. Сейчас не пропускает медицинское оборудование. До сих пор не решен вопрос по поставке рентгеноборудования в Приднестровье. И какие отговорки? Им не нравится, что больница называется республиканская. Хорошо, а тогда в чем причина отказа в санаторию Днестр в Каменке? Они используют как отговорку, что это республиканская больница? Да, понимаете? Вот как можно говорить? О чем можно договариваться? О чем они думают вообще, эти руководители в Молдове? Как можно издеваться над народом приднестровским? Кишинев и лекарства в Приднестровье по своим правилам пропускает. Раньше в приднестровских аптеках были медикаменты из Белоруссии и России, но их нет в реестре Молдовы. Там только европейские препараты. И они в разы дороже. Это лишь одна грань давления Молдовы, которая еще раз показывает, как на самом деле Кишинев относится к приднестровцам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова